Всем привет! Вы на канале Дейл Ду и сегодня мы с вами поговорим о компактном аккумуляторном пылесосе от компании Милуоки. Ну а конкретнее мы с вами поговорим о модели М12HV. Мы покупали данный пылесос год назад и по акции Легкий Старт его цена составляет 6900 рублей. Эта акция действует до сих пор, но не у всех официальных дилеров. Будьте внимательны. Хранится у нас пылесос вот в таком вот кейсе от системы ПК. Вот сюда мы заказали пенный вкладыш. Вы наверняка, если смотрите все наши видео, уже давно видели и конкретно про пенный вкладыш данный ящик. И когда я рассказывал про дистанционный термометр, вы тоже видели. Данный ящик и эту компоновку конкретно. Потому что вот этот вот комплект у нас катается по магазинам во время обслуживания кондиционеров и фан-койлов. Пылесос мы используем для прочистки фильтров первоначально, перед помывкой уже, либо уже перед заменой. В зависимости от... И термометр мы используем для снятия данных до и после обслуживания фан-койлов и кондиционеров. Именно поэтому этот сет у нас катается вот в таком вот варианте. И очень хорошо здесь все влезает. Длинная трубка, короткая трубка, широкая насадка. И сам пылесос и с одним аккумулятором. Катаем мы в основном с четверкой, либо с шестеркой. Потому что нам необходимо, чтобы пылесоса хватало надолго. Корпус данного пылесоса выполнен из ударопрочного пластика. Также он достаточно хорошо прорезинен. Во всех местах, где вы будете держать, придерживать, удерживать, прихватывать пылесос, имеется прорезинивание. И оно достаточно хорошего качества. Данный инструмент совместим абсолютно с любым аккумулятором линейки М12. Но, как я уже говорил ранее, мы используем его в основном с четверкой, либо с шестеркой. Мы это делаем для того, чтобы по маршруту обслуживания не возить с собой зарядное устройство. Мы заряжаем аккумулятор дома, и этого нам хватает на весь рабочий день, на все задачи, которые нам нужно выполнить в этот день этим пылесосом. Также вам нужно учитывать, что при работе с аккумуляторами повышенной емкости вы получаете максимальную отдачу от того же самого инструмента. В отличие от использования, к примеру, данного пылесоса с 2-амперным аккумулятором, использование его с 6-амперным, прям существенная разница в работе, в силе всасывания и так далее. Продается данный пылесос в картонной коробке, и в комплектации у него уже идут две насадки. Узкая, она же щелевая, и широкая, она же для уборки крупных площадей. Ну, как крупных площадей, сколько вы сможете убрать таким маленьким пылесосом, пока вам это не надоест. То есть, имеется в виду для каких-то плоскостей. Также у него в комплектации идёт удлинитель, чтобы при уборке пола вы меньше нагружали спину, не работали в полусогнутом состоянии, а могли просто с опущенной рукой пылесосить без того, чтобы нагибаться. Насадки в пылесос, в удлинитель между собой одеваются достаточно легко, они просто входят в распор друг в друга, нет никаких защёлок, нет никаких уплотнительных резинок, но при этом ничего не свистит, всё нормально одевается, легко снимается, не составляет вообще никакого дискомфорта, то есть, ну, не нужно, скажем так, усложнять вещи, если можно сделать их проще. На данном пылесосе, так же, как на любых других инструментах линейки М12, индикация заряда находится непосредственно на самой тушке, то есть, на самом аккумуляторе индикации заряда нет. Если вы не используете тестер, вы не можете понять, насколько у вас заряжен, либо разряжен аккумулятор. Поэтому вы вставляете аккумулятор в тушку, нажимаете на пуск и видите вашу индикацию заряда. Потом она, естественно, пропадает, чтобы не затрачивать аккумулятор и не моргать постоянно перед вашими глазами. Это удешевляет процесс изготовления и стоимость самих аккумуляторов, 100%, я в этом уверен. Но, тем не менее, это не является так удобно, скажем так, если у вас много очень аккумуляторов. В данном случае я обхожусь тестером, у меня есть тестер, он же превращает любой аккумулятор в Powerbank. И я проверяю любой другой аккумулятор, если он находится просто где-то даже без инструмента и нет возможности проверить его, вставив в тушку и нажав на пуск. На данном пылесосе очень удобно выполнена блокировка кнопки пуска. Вы нажимаете на кнопку, поднимаете большим пальцем флажок вверх, отпускаете кнопку и всё, и вы можете продолжительно работать пылесосом, при этом постоянно не удерживая кнопку. Это очень удобно. Также сам этот флажок убран в некие такие перегородочки справа, слева у него есть, то есть он как будто бы утоплен немного в корпус. Это сделано не для защиты случайного нажатия, потому что его прям нужно захотеть нажать. Это сделано для того, что если вы уроните пылесос, или там заденете об стену, или ещё об что-нибудь, вы не сможете повредить флажок. То есть флажок не ударится, не лопнет, не сломается. То есть эти вот две перегородочки, они именно защищают его от механического повреждения. Ещё одна прикольная фишка данного пылесоса – это смотровое окошко. Вы всегда сможете понять, посмотреть, насколько у вас загрязнён фильтр, и вы всегда сможете понять, сколько мусора у вас в контейнере, для того, чтобы его опустошить. Контейнер здесь, кстати, на 0,6 литра. Это не так уж и много, но и не мало для такого маленького компактного пылесоса. Опустошение грязевого контейнера на данном пылесосе происходит достаточно легко. Вам нужно для этого освободить флажок блокировки, потом повернуть переднюю часть корпуса. Даже на корпусе вы можете увидеть, там есть у вас закрытые, открытые замочки, индикация, когда вы поворачиваете до открыта, и когда вы поворачиваете обратно до момента, когда уже считается закрытым, для того, чтобы не перетягивать, не пытаться это всё сломать и так далее. То есть, есть индикация самих пазов, скрытых внутри, которые соединяют эти две части. Это очень удобно. Вы просто откручиваете, опустошаете контейнер, потом соединяете обратно, грубо говоря, морду и задницу этого пылесоса, и всё, и всё окей. Фильтр снимается так же легко, просто поворачиваете, достаете, встряхиваете его там, вставите на место, и всё прекрасно. То есть, уборка именно непосредственно самой грязи из контейнера и прочистка самого фильтра происходит достаточно легко, интуитивно и удобно. На корпусе есть все указатели, ну, прям всё окей. При желании вы можете снять смотровое окошко, открутив 4 винта. Это сделано, скорее всего, на мой взгляд, для того, чтобы его заменить, если вы случайно уронили и как-то разбили данное смотровое окошко, для осуществления его замены, для того, чтобы не приходилось менять полностью морду всего пылесоса. Это моё личное мнение, я считаю, что это так. На самом деле, для чего, это понятия не имею. Если говорить о том, что его можно промыть, для того, чтобы там, да, оно было чисто, если заляпалось чем-то, то вы можете просто открыть корпус и протереть изнутри, промыть, в принципе, всю морду, всю колбу. Поэтому я не считаю, что это сделано конкретно для этого, скорее всего. Но, ещё раз повторюсь, на мой взгляд, это сделано для возможности замены данного окошка, если вы его разбили. Также, друзья, забыл упомянуть о том, что у контейнера есть обратный клапан. Вы его сейчас можете увидеть на экране. Он сделан для того, чтобы грязь не высыпалась из контейнера, когда вы уже перестали пылесосить. Вы сейчас можете увидеть на экране. Сейчас я его соберу. Зацените, как клапан работает. Видно, как он открывается при моменте, когда я включаю пылесос. Отсвечивает избыточное освещение. Постараюсь, чтобы это было видно. Бликует, конечно, всё, что есть тут на складе. Видно, как он открывается. Прям видно, как он открывается. Соответственно, когда пылесос перестаёт работать, он закрывается. Когда вы будете его переворачивать, носить и так далее, мусор из него, из контейнера не будет высыпаться из носика пылесоса. Не будет вам гадить всё в кейсе, в сумке или где бы его хранить. На самом деле, очень... Ну, такая мелочь, но очень приятная. Также у данного пылесоса есть ещё несколько прикольных фишек. Одна из них – это отверстие в корпусе для того, чтобы вы смогли закрутить в стену винт, саморез, крючок и цеплять его при этом у себя на стройплощадке или дома, в гараже, неважно, где его хранить. Ещё одна прикольная фишка – это резиновая ножка. Для того, чтобы вы, когда кладёте его на какую-то поверхность, вы можете сейчас заметить, да, чтобы он не касался всем корпусом данной поверхности. Если вы используете его с маленькими аккумуляторами, то он будет непосредственно на рукоятке на этой и на резиновой этой втулке лежать. Если вы используете его с крупными аккумуляторами, как вот сейчас на экране, то он непосредственно находится на самом аккумуляторе, на прорезиненной части аккумулятора и на прорезиненной части корпуса. Это очень удобно. В принципе, это всё, что я вам хотел рассказать про данный пылесос. Его технические характеристики я вам сейчас вывожу на экран, для того, чтобы вы смогли поставить на паузу и подробно их изучить. Если вы не сделали это ранее, на сайте любого официального дилера либо на сайте официального представительства. Тупо тараторить те характеристики в обзорах – это не моя фишка. Ну что ж, друзья, на этом всё. Надеюсь, вам, как всегда, понравился данный обзор. Надеюсь, он, как всегда, будет вам полезен при выборе компактных аккумуляторных пылесосов. Кому может пригодиться данный пылесос? В принципе, любому мастеру для уборки за собой, для, скажем так, минимизирования грязи при сверлении каких-то небольших отверстий. Если вы делаете это ударной дрелью, шуруповёртом, или это вы делаете маленьким компактным перфоратором, очень удобно в одной руке держать сам инструмент, а во второй руке держать этот лёгкий пылесос. При этом, в отличие от систем пылеудаления, вы можете ещё за собой прибрать объект при помощи данного пылесоса. Также он очень хорошо подойдёт. Меня спрашивали и просили сделать на него обзор, подойдёт ли он для уборки автомобиля. Да, подойдёт он для уборки автомобиля, но нужно понимать, что из ворсовых ковриков, из багажника, в котором находится необычный ковёр, скажем так, резиновый коврик, а большой в багажнике или пластиковый, если вы собираетесь какую-то суперглубокую грязь высосать из велюровых ворсовых ковров в машине, это будет достаточно тяжело, потому что дури, естественно, ему не хватает. Сравните его с теми огромными пылесосами на 2,5-3 кВт, а то и на 4, которые используют на автомойках. Поэтому для уборки какой-то свежей, не въевшейся, ещё не застывшей грязи, песка в машине, конечно, он уже подойдёт. Я убирал, к примеру, перевозил стройматериалы, убирал багажник за собой, убирал салон. То есть, это не проблема, с этим он справляется. Но надеяться на то, что вы сможете пропылесосить до идеала всю машину и выбить абсолютно любую грязь с ковриков, это бредо. Для лёгкой уборки, да, естественно, нет проблем. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте данные и другие видео. Пишите, понравился ли вам этот инструмент, владеете ли вы им, или планируете владеть им в будущем, и в каких задачах для себя вы видите данный пылесос. Также подписывайтесь на наш инстаграм, там забавные, весёлые посты и сторис каждый день. Сейчас я немного отвлёкся, скажем так, от ежедневных постов в большом количестве и от частого выхода видео, потому что я переезжал, а переезд хуже трёх пожаров, все, кто переезжал, знают об этом. Поэтому я сейчас немного, скажем так, отдалился от своей блогерской, любительской деятельности и как бы ушёл во всю эту тему с переездом. Дальше я сейчас вставлю непосредственно розыгрыш конкурса. Завтра у нас 9 марта, сегодня 8, я снимаю обзор, я его смонтирую. Завтра с утра проведу генерацию и, собственно, вставлю с утра и уже выкину ролик на YouTube уже со вставленной генерацией. Победители, естественно, конкурса по набору FACOM. Ниже находится видео, если вы не видели, можете посмотреть, в будущем сможете поучаствовать, сейчас конкурс уже закрыт. Итак, друзья, смотрим видео, смотрим, кто победил. Заранее поздравляю победителя и просьба победителя связаться с нами здесь, подтвердить непосредственно его подписку на нас в Instagram, для того, чтобы мы смогли отправить ему приз. Всем пока! Ну что ж, друзья, настало время выбрать победителя, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Мы смотрим, какое сегодня число, 9 марта, все как обещано. Так, открываем мое видео, мой обзор. Всем привет! Вы на канале DLDU и сегодня мы с вами поговорим о замеч... Окей. Копируем ссылку. Вставляем. И генерируем. Итак, у нас есть победитель, установщик жалюзи Ира Летов. Поздравляю, Савран. Надеюсь, правильно произнес имя. Просьба связаться в Instagram. Для подтверждения подписки на нас в Instagram. И для того, чтобы в дальнейшем скоординировать получение приза. Поздравляю еще раз. Приношу свои извинения за свой голос. Я немного простыл. Еще раз поздравляю победителя. Всем спасибо за участие. До новых встреч.